Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области продолжается расследование уголовного дела по факту убийства пятилетней девочки, совершенную в Калаче-на-Дону. 22 сентября этого года в ходе разыскных мероприятий тело ребенка было обнаружено в хозяйственной постройке, а ее 55-летний владелец задержан по подозрению в совершении этого особо тяжкого преступления. В настоящее время следователями завершен осмотр места происшествия, который проводился с применением криминалистической техники. Тщательно исследовано помещение, где, как полагают следователи, и было совершено убийство. Напомним, потерпевшая пропала без вести 15 сентября этого года. Девочка не вернулась с детской площадки, расположенной буквально в 50 метрах от ее дома. По данному факту, первым отделом по расследованию особо важных дел регионального управления Следственного комитета России незамедлительно было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», а его расследование было взято на особый контроль. С первого дня на месте ЧП следственную оперативную группу курировал заместитель руководителя управления Следственного комитета, и неоднократно в городе Калачи-на-Дону ход следствия заслушивался на оперативном совещании при главе ведомства и начальнике Главного управления МВД России по Волгоградской области. К поиску ребенка были приложены беспрецедентные усилия. В розыскных мероприятиях, которые не прекращались ни на минуту, принимали участие свыше 300 человек, а также беспилотная авиация. Правоохранителями, волонтерами, местными жителями и родственниками потерпевшей девочки проделан колоссальный объем работы. На протяжении недели они прочесывали местность, осматривали все гаражные боксы, проводили поквартирные обходы. К сожалению, выяснилось, что все это время девочка была мертва, ее тело находилось в хозяйственной постройке буквально в соседнем квартале. Следователи полагают, что 15 сентября 2017 года злоумышленник заманил ребенка. Поскольку девочка знала подозреваемого, она без всяких опасений пошла за взрослым мужчиной. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти ребенка. С задержанным продолжают работать следователи и оперативные сотрудники, которым предстоит выяснить мотив расправы. Проводится дальнейший комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. На причастность к этому убийству также отрабатывается 45-летний родственник задержанного. Расследование уголовного дела продолжается.